Всем привет, дорогие друзья, с вами снова на сфере этого карта. Сегодня в поиске дня гайд на персонажа, который вобрал в себя целых две вещи из прошлых работ Араки, а именно Убао. Итак, Карс является пиларменом, как и все другие пилармены и вампиры. При получении урона он имеет возможность регенерировать. И сразу же перейдем к его ударам. Единичка максимально короткая, то есть бьет только в упоре. Двойка. Идеально подходит для того, чтобы играть от нейтрала, ибо дистанция огромная. И четверка. Небольшой выпад вперед. Ну как-то же небольшой, достаточно огромный выпад вперед с атакой. Низ-1 максимально короткая, достает в упоре. Двойка уже чуть подальше. Как вот сами можете заметить, где я достаю, где я уже не достаю. Ну и четверка наша, можно сказать, особый нормал, которым мы будем комбить всякую хрень. То бишь, атаки можно закомбить с этой атаки. Да блин. То есть, как видите, можно вставлять спешила после этой атаки. Далее, удары в прыжке. Единичка максимально хреновая из-за своей дальности и непонятного хитбокса. То ли он бьет ногой, то ли коленом. Так что, возможно, где-то этот удар будет и не попадать вовсе. Ну и перелетать им плохо. Потому что бьется, можно сказать, только чисто вперед. Единственным плюсом этой атаки является скорость... Не скорость, а время, в котором этот удар действует. Двойка. Уже действует в разы дальше из-за удара ноги. И для наступления такой прям, ну, идеально. Ну, а для комбо, естественно, четверка. Она самая короткая по дальности, поэтому нужно делать эту атаку прям, ну, максимально близко к земле. Чтобы попасть к земле. Ну и, конечно, у нас особый нормал. Одновременно вниз, вперед. И вперед, и три. Ой, блин, ничего не ссор. Вниз, одновременно вперед и назад. Боже, что несу. Одновременно вниз и вперед. Вот. Удары достаточно с огромной дистанцией. Потому что, думаю, двойкой не достаем. А вот эта атака мы достанем спокойно. Он подкидывает, и с этого удара мы можем комбить. То есть, ну, как видите, урон максимально огромный. Из-за того, что я просто попал этой атакой. Далее, сразу же разберу его Light Mode и Brilliant Bone Blades. Лайт Мод. При включении его, как у вам, вы получаете прибавку к урону. И не можете копить метр никаким образом. На этом, на Light Mode вы получаете прибавку ударом своими клинками плюс один. То бишь, вместо одного удара клинком вы сделаете два удара. Так что так, один удар, а вот так два удара. Но выход из Light Mode крайне долгий. Brilliant Bone Blades делает три удара. Но минусом этих двух модов является то, что не только вы не можете копить метр, а то, что вы еще и прыгаете максимально низко. Ну, и урон, не сказать, что прям насильно прям повышается. И вот так вот можно спокойно дропать комбы из-за того, что ударов просто много. Ну и прям дропается легко эти моды. Но особенность этих модов является в том, что они увеличивают урон от наших суперок еще. То бишь, под Brilliant Bone, который тратит метр на активацию, мы получим 191 урона с суперки. Но, поверьте мне, это вообще не нужно. Просто можете сразу забыть про это. Дальше. Михолл, Фроузен, Бриллиант. Сразу можете забыть про этот скилл. Это просто раш-атака Карса, которая не используется вообще нигде. То есть мы даже в комбине будем это использовать. Типа урона мало. И иногда это даже хрень не попадает. Так что забываем сразу же. Ну, особенность этого скилла в том, что вы стираете вражеские праджектайлы, если это не ГХ. Ну, я даже уверен, что если это будет суперкой, то вы тоже не сможете это стереть. Потому что можете сразу забыть про этот скилл. Спокойно. Низ вперед один. Тарс делает выпад вперед короткий. И откидывает противника и ложит его. Двойка. Делает то же самое, но на куда большую дистанцию. Но уже вы меняете сторону. Нет, не меняете. Да, не меняете. Просто увеличивается дальность. Ну и четверка. Вы меняете дальность, наносите два удара также. И откидываете врага на комбо. Особенностью версии на четверку является то, что это кроссап. То бишь, сначала враг должен блокировать в одну сторону, а потом сразу же в другую сторону. От чего можно будет ловить его. Ну, урон огромный. Просто огромный. И так же этот скилл не попадает, если вы делаете три удара. Это не комбитция. Но комбитция при условии того, что вы делаете нашу бриллиантовую ногу. То бишь, когда он задирает ее вверх и бьет клинком. Низ назад один. Выпад карса небольшой. Буквально из единицы. Четверка уже подальше. Особенностью скилла является то, что при попадании вы откидываете врага на всю карту. От чего успеете сделать ultimate life form, которую мы перейдем после. Низ-низ-1. Телепортация карса. Вряд цена единицу делает оверхед. С которого можно сделать наш нормал вниз-4. От чего после мы делаем еще и наш особый нормал. И комбим. Ну, конечно, не особо много, но комбим. То бишь, с импортацией 35,5% без метра. Вариация на четверку. Делает уже лоу атаку, но с нее мы продолжить комбу не можем. Даже отменить ее суперку не можем. А вот оверхед наш, мы можем отменить суперкупуси на очень малый урон. Если есть 4, мы телепортируемся за спину и можем отменить атаку во все что угодно. То бишь, можем сделать, например, сразу же атаку. Например, захват. Ну, или прыгнуть. Ну, или атаку, например. Далее. Сразу разберу суперку, потому что далее мы не перейдем к ней. Карлс создает из своих рук еще клинки, бьет на огромную дистанцию. Пододвигает к себе противника и наносит 168 урона. Особенностью скилла является то, что он может в теории убирать уже суперки, как наши клинки в виде скилла. Особенностью еще также является то, что из-за того, что он должен ударить вот этой всей серии огромной, чтобы продолжить вот в эту вот анимацию. И если вы не попали всеми пяти ударами, то вот эта особая анимация, она не запустится. Их вам к ультимейту уже. И это уже просто трансформация Карса. Трансформируется он долго. Гарант, как вы уже знаете, это скилл гиста Зат-4, который откидывает врага на километр. Но опять же, нужно быть с этим скиллом аккуратным, потому что вы можете просто откинуть врага в стену, и он будет в упоре к вам. В этом режиме у него уже появляется возможность прыгнуть и быть в воздухе. Дэшится. Особые атаки в воздухе. Новый нормал. И, естественно, новые скиллы уже без супер или ультимейтов. Идеечка всё так же короткая. Двойка всё такая же обычная. Четвёрка уже другая. Это небольшой выпад вперёд, двухударный. Далее, вниз один. Небольшая дистанция. Двойка. Не то. Двойка точно такой же удар. Четвёрка уже совершенно другая. Как видите, мы подкидываем врага на комбо. То есть, как так вот можно комбить? Нет, не так. Ну, то бишь, как-то так. Удары в воздухе. Ну, удар коленями. Не особо далёкий. Удар двойка. Уже идёт ногой. Ну, и четвёрка удар крылом. С просто монструозной дистанцией. Далее, вот этот вот его прыжок вниз-вверх. Карл залетает в воздух, может использовать свои скиллы, которые являются скиллами вниз-назад один, которые вы можете использовать и на земле, и из-за нахождения в воздухе тратить метр. Есть арена дэши. То есть, можно дэшиться, но не более трёх. Ну, и как-то так, в общем. Далее. Усобо нормал. Вперёд 4. Это огромный выход вперёд. Анблок. Наносит 5% урона. И с него можно комбить. Причём, очень даже больно. То есть, 33% спокойно. Ну, или, например, можно вот так вот сделать. То есть, закономить чуть поменьше, 243. Ну, или если вы прям совсем разойдётесь. Так же, 337. Далее. Уже переход к скилам. Низ-назад один. Это выстрел шести у Хереви. Наносит огромный урон. И является нашим элементом для зоинга. Можно использовать и в воздухе. Но так же вы сразу же входите в режим полёта. Отчего вам, ну, это не нужно. То есть, вы бесполезно тратите метр на это. Низ-назад два. Вы делаете отскок назад, даёте оверхэд. Отчего, ну, вы даже не можете закомбить. Даже если в упоре были. Так как даже наш особый нормал не попадает. Да, даже особый нормал не попадает. И подбежать всё вроде как даже успеть и не получится. Да, и не успевает. А, нет, если начать с четвёрки, то попадают. То есть, двойки точнее. Крайне полезный скилл. Вниз-назад один. Вниз-назад четыре. Это выписываете лоу белку. 75 патентов урона. И лоу строга с закруткой. Если вы делаете белку в упоре, то сначала на хай, а потом уже затем в лоу. И вниз. Ой, вперёд-вниз-вперёд. 1-24. Огромная дистанция поражения. Эту атаку щупальцей. Урон зависит от выборной кнопки. И также количество ударов. Ну и также этот скилл можно отменять в полёт. Зачем это надо? Ну, я не знаю. Даже вообще представить не могу, зачем отменять этот удар, скилл точнее, в полёт. Ну, не нужно. Просто не нужно. Так, комбендор выглядит неплохо, но у нас есть... Вот этот удар, в котором мы будем оканчивать вся наша комбинация. То бишь, как-то будет выглядеть. То есть мы оставляем врага в упоре к себе, от чего мы можем сделать этот захват. И нести ещё больше урона. Ну, и вниз-вперёд один. Это удар охаботан. Единица. Подкидывает врага в воздух. Отчего мы можем, например, сделать вот так вот. 26%. Нам нужно тратить метр на отмену. Ну, и не более 32%, я думаю, вы сможете тут нанести. Шеврится большим уроном. Но, опять же, нужно тратить метр. Двойка. Оверхед. С которого можно начать комбо. И нанести 23%. Да, не более 23%. Ну, и так же, вот, можно, например, отменить скилл и продолжить свои комбо. Ну, и вниз-вперёд 4. Это уже лоу, который по анимации выглядит, считай, можно сказать, как оверхед. Это, чё является миксапом. Чисто по анимации. Ну, и, естественно, с этого удара мы будем коммить наши другие атаки, именно слоу. Ну, и минусом этого скилла является то, что вы не можете сделать его после вашей атаки обычной. То есть, только после нашего особого нормала. Так же, на каком-то, я помню, таре у него был армор. Нет, так, записать надо. Нет, блин. Нет, на вперёд 4 у неё нет. Да, на вперёд 4 у неё нет. Да, вот, на вперёд 4 у него есть армор. И, чем больше ударов вы поглощаете, тем больше атака у вас будет с этой атаки. То есть, вы видите, я нанесу уже даже 150 единиц урона. И то же самое на треугольнике есть. Армор. Да, то бишь, на ваших атаках в виде треугольника и... Нолика есть армор, который... И чем больше ударов вы поглотите, тем больше урона будет. Но не более 15%, насколько я понял, вы сможете нанести. К сожалению, я не понимаю, почему это не прописано в... Или прописано в последней строке. Почему-то всему от этого прописано. Но про армор ничего не написано. Итак, это был Карс. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.